Весь мир потрясли события последней недели. Террористическая угроза оказалась вполне реальна и коснулась соседней с нами страны. Грозит ли Казахстану подобный террор и что делать, чтобы обезопасить себя и своих близких? Об этом сегодня и поговорим. С вами Тимиргали Ахат, мы идем прямо по Кунаево. С каждым годом действия террористов становятся все более изощренными и непредсказуемыми. При этом далеко не всегда террористами становятся обученные и подготовленные люди. Это подтверждают случаи, которые, к сожалению, происходят и в нашей стране. А помните происшествие в Петропавловске, когда девятиклассник пришел в школу с топором и ранил троих учеников? Пострадавших было не больше только потому, что его смогли остановить бесстрашные старшеклассники, оказавшиеся неподалеку. Что же делается в Казахстане для того, чтобы обезопасить людей от террористов? И насколько люди готовы к таким ситуациям? С такими вопросами мы обратились к председателю Республиканского общественного объединения контртеррористический комитет полковнику запаса КНБ Аманжоу Уразбаеву. Первое, то, что по внешнему периметру, в плане законодательства, в плане оснащенности наших антитеррористических подразделений, правоохранительных органов, уровень достаточно высокий. Но у нас есть большая проблема на уровне исполнения. Допустим, в тех же объектах уязвимых в террористическом отношении или, как мы говорим, объектах массового посещения, там персонал, несмотря на то, что они проходят какие-то там инструктажи, тренинги, но необходимо регулярно и чем чаще, тем лучше им проводить практические занятия. То есть, если в практику места массового посещения людей будет введено, что ежемесячно проводить тренировки по экстренной организованной эвакуации, по, допустим, взаимодействию с противопожарными, с антитеррористическими подразделениями, то, соответственно, и посетителей, чтобы приучали к этому. Вот тогда можно будет сказать, что и наши люди, и служба безопасности этих объектов будут готовы. На сегодняшний день, к сожалению, вот такой планомерной работы у нас в этом направлении не ведется. Теракт в Подмосковье как раз таки показал, что как действовать в такой ситуации знали единицы. 22 марта в 19.58 незадолго до начала концерта группы «Пикник» ко входу подъехал белый седан «Рено». Из него вышли четверо мужчин с автоматами. Через главный вход террористы вошли в здание, расстреливая всех, кто попадался на их пути. А затем они поднялись в концертный зал, где находилось огромное количество людей, ожидавших начала долгожданного концерта. Услышав выстрелы в фойе, люди, еще не подозревая всей угрозы, пытались спокойно покинуть зал. Но сделать это удалось далеко не всем. Стрелявшие вошли в зал с трех разных входов, тем самым значительно сократив возможность зрителям покинуть зал. Люди пытались спрятаться за сидениями, но и это не помогло. Террористы бросили несколько самодельных взрывных устройств, в результате чего произошел пожар. В зале началась паника. Кто-то пытался добраться до выходов, кто-то наоборот, ринулся к сцене в надежде уйти через закулисные входы. А в это время террористы вернулись с той же дорогой к главному входу, продолжая стрелять по всем, кто попадался на пути. Они покинули здание через центральный вход, сели в ту же машину и уехали. Все нападение длилось не более 20 минут. Все было четко рассчитано. Террористы успели уйти до того, как прибыли спецслужбы. Но трагедия продолжала разворачиваться. Весь концертный зал охватил страшный пожар, который привел к обрушению конструкций и крыши. Спасатели до сих пор разбирают завалы. Только представьте, площадь пожара составила около 14 тысяч квадратных метров. А вот что говорили сами спасатели. Осмотр, возможно, прошла везде? То, что касается... Прошла везде? На этом участке, да. А на этом? Там нет. Там нет, да? Там нет, да. Только веземный осмотр там, где... Вот так? Наиболее сделанное, где все. С учетом того виду наблюдения, который был изначально, там, там, у нас тогда будет скопление людей. У нас вот здесь вот были, здесь были. Ну, там он с торца, ребята доставали то же самое. И оружие здесь, вот здесь были, рожки пустые. Я бы сказал, что вы организуете работу, в течение, доступа через стен. Смотрите, мы будем заходить с той стороны, будем все отрывы вниз, разбирать здание. И аккуратно с вашим штатом демонтировать. И потом малая техника опирает в сторону, давать пропуск и уже заходить. Мы получили большой проезд. На сегодняшний день количество погибших составляет 139 человек. 137 погибли на месте. Среди них трое детей. Два человека умерли в больнице. От огнестрельных ранений погибли 40 человек. От сочетания огнестрельных и колото-резанных ран два человека. В результате пожара, от воздействия высокой температуры и от продуктов горения погибло 45 человек. По остальным погибшим информации еще нет. Опознано пока только 95 тел. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека. На данный момент неизвестно, были ли среди погибших и пострадавших граждане Казахстана. Сейчас в посольстве открыта горячая линия. Номер телефона вы видите на своих экранах. Казахстанцы, как всегда, не остались равнодушны к трагедии. Уже наутро к посольству в Астане и консульству в Алма-Ате люди несли цветы. Искренне сопереживая семьям погибших и пострадавших. Уже на следующий день после трагедии начали появляться новые подробности того, как людям удалось спастись. Самое интересное, что среди тех, кто трезво оценивал обстановку и руководил паникующей толпой и направлял к выходу, были подростки, подрабатывающие в Крокус-Сити-Холле. Среди которых отважно выводил людей, работавших в гардеробе, 15-летний Ислам Халилов. Ислам увидел, как люди в панике бегут, по сути, в тупик, где их могли нагнать террористы. Парень остановил дезориентированную толпу и увел за собой более 100 человек. Я понимал, что если я буду в шоком состоянии, я могу потерять свою жизнь и также потерять сотни жизней людей. Сперва были непонятные звуки. Я думал, может, это экскалатор там провалился, может, что-то... Или опять там какая-то пьяная компания. Но потом, когда начали люди убегать со стороны экскалатора, там, со стороны лестницы, вот тогда я уже понял то, что эта атака настала, и момент уже... Инстинкт? Инстинкт сам уже сработал. Автоматически там людей эвакуировать в эту сторону экспо. Давка была, и все были в шоке. Сперва никто не понимал, что делать, куда идти. Но я старался каждому помочь, и практически все следовали инструкции. Ну, я делал просто свою работу. Честно, я себя просто героем не считаю. Это была часть моей работы. Вот такое бы отношение и знание всем остальным, в том числе и сотрудникам. Как говорится, надеясь на лучшее, нужно быть готовым к худшему. Люди должны знать, как действовать в подобных ситуациях. Я бы вообще ввел в школьную программу вот такие практические занятия, чтобы дети знали, как себя вести, если, не дай бог, произойдет какое-то ЧП. Поэтому здесь необходимо, прежде всего, не паниковать, оценить обстановку. Затем постараться сориентироваться в этом здании и найти выходы. Если поблизости нет выстрелов, нет взрывов, то попытаться максимально, образно говоря, хоть головой пробив дверь, стекло, попытаться выбраться наружу. Если же поблизости звучат выстрелы, взрывы, то необходимо забаррикадироваться в этом помещении. Потому что, если потенциальный террорист, он не будет пытаться проникнуть туда, где есть препятствия. Он пойдет искать более легкие цели. По данным спецслужб, всего было задержано 11 подозреваемых. Какая была роль у остальных, помимо нападавших, не сообщается. Четверым нападавшим судом принята мера пресечения в виде ареста пока на два месяца. Вообще же им грозит пожизненное лишение свободы, поскольку смертная казнь в России не применяется. На произошедший теракт отреагировало и руководство Казахстана. Президент страны Касымжом Артокаев заявил, что страна осуждает теракт в Москве и призывает ООН выразить неприятие такого рода действий в отношении мирных граждан. В минувшие выходные в Аккорде даже созвали экстренное заседание Совбеза. Известно, что как раз таки и обсуждали действия отечественных спецслужб в экстремальных ситуациях. К сожалению, на сайте президента очень мало конкретной информации, что же точно обсудили. Кстати, мировое сообщество довольно неоднозначно отреагировало на теракт в Москве. Многие ввели повышенный уровень террористической опасности, в том числе Франция и Швеция. Какова же сейчас, в принципе, мировая обстановка в плане террористической угрозы? На сегодняшний день террористическая угроза достаточно высокая, потому что те же конфликты низкой и высокой интенсивности, которые происходят по всему миру, они порождают и ответную реакцию, и, соответственно, в этих конфликтах участники приобретают боевой опыт, который они могут запросто реализовывать и в ходе проведения каких-то террористических актов. Поэтому я бы сказал, что на сегодняшний день достаточно высокий уровень террористической опасности. Также мы задали эксперту самый важный вопрос, волнующий каждого казахстанца. Возможно ли теракты на территории Казахстана? От терактов не защищена ни одна страна мира. И история даже последних вот этих 20 лет показывает, что, казалось бы, самые оснащенные самыми передовыми технологиями и самые высокообученные спецслужбы, они пропустили удар, как говорят в боксе, да? Теракты происходили по всему миру, и в Соединенных Штатах, и в Израиле, и в других странах. Поэтому я могу сказать, что спецслужбы работают на упреждение, но самое непредсказуемое и самое опасное – это террор-одиночек. Если организацию где-то что-то, по каким-то контактам можно ее как-то вычислить и выйти на их след, то если террористический акт задумал одиночка, то это практически невозможно предотвратить. Произошедший теракт в Москве – ужасная трагедия. Будем надеяться, что такого никогда больше не произойдет ни в одной стране мира. Ну а мы с вами встретимся уже завтра. Обещаю, что будет интересно, так что не пропустите очередной выпуск прямо по Кунаево. Не забудьте поставить лайк этому видео. Нам очень важно знать, что то, что мы делаем, не бесполезно. Пишите в комментариях, о чем хотите поговорить. Вместе у нас обязательно получится хотя бы что-то изменить к лучшему. До скорого.